Hello everyone, my name is Anastasia and I'm an English teacher for children and adults. Всем привет, меня зовут Анастасия и я учитель английского языка для детей с 5 лет и взрослых. Сегодня мы продолжаем разбирать учебник в Spotlight 4 класс, модуль CLV, lesson 6A. Open your book, please. So, make a meal of it. It's the topic of our lesson today and how do you think what we are going to talk about? Напоминаю, что чтобы ответить на этот вопрос, мы можем использовать сорок первую страницу. Сегодня мы будем говорить про еду и контейнеры, в которых она находится, а также про цену. One lesson point and repeat. A packet of biscuits, a bar of chocolate, a tin of potatoes, a loaf of bread, a jar of jam, a carton of milk, a bottle of coke, a tin of beans. Now, let's translate this phrase. You can use dictionary at the end of your book. В конце нашего учебника есть словарик, вы можете его использовать для того, чтобы перевести данные фразы. A packet of biscuits, коробка с печеньем. A bar of chocolate, слитка шоколада. A kilo of potatoes, килограмм тартофеля, a loaf of bread, буханка хлеба, a jar of jam, банка с джемом, a carton of milk, коробка молока, либо пакет молока. A bottle of coke, бутылка кока-колы, a tin of beans, консервная банка с горошком. You should learn by heart this phrase. Вы должны выучить наизусть эти выражения, так как они используются не только в следующих уроках, но и даже в следующих классах. Обратите внимание, с каждым нашим продуктом есть ценничек на этот продукт. И сначала давайте мы с вами изучим вот этот вот фонарик, вот этот вот прожектор. Итак, один фунт стерлингов – это one pound по-английски. 85 пенсов – это 85 пенс. Один фунт – 20 пенсов – one pound – 20 пенс. Обратите внимание, пенс написано в скобочках, то есть мы можем произносить, а можем и не произносить это слово. Итак, давайте с вами потренируемся. What's the cost of a packet of biscuits? One pound – nine. What's the cost of a bar of chocolate? One pound – 15. What's the cost of a kilo of potatoes? Two pounds – 15. A loaf of bread? 89 пенс. A jar of jam? One pound – 10. A carton of milk? 95 пенс. A bottle of coke? 78 пенс. 18 of beans? 67 пенс. Good. Now, let's do exercise 2. Переходим ко второму образу. Your cheat chat. First of all, let's read the example. Can I have a packet of biscuits, please? Yes, of course. Here you are. That's one pound, nine pence. So, repeat after me. Can I have a packet of biscuits? Please. Yes, of course. Here you are. That's one pound, nine pence, please. Can I have a bar of chocolate, please? Yes, of course. Here you are. That's one pound, 15 pence, please. Далее делаем сами по образцу. Let's go to exercise 3. Идем теперь к третьему упражнению. Но, прежде всего, нам нужно обратиться к фаранарику, к прожектору, то есть к правилам. Мы уже знаем, что much, many и a lot of переводится как много. Также знаем, с какими существителями используется каждое из этих слов. А теперь давайте посмотрим, как же они используются в предложении. For example, we have got a lot of sugar. We have got a lot of beans. We haven't got much sugar. We haven't got many beans. Have we got much sugar? Have we got many beans. Итак, наши предложения по типу какие? Правильно, утвердительные. Второе предложение. Отрицательное. И третье предложение. Это вопрос. Отсюда делаем вывод, какой. Hello, talk употребляется в утвердительном предложении с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Much употребляется в отрицательных и вопросительных предложениях с неисчисляемыми существительными. А many в отрицаниях и вопросах с исчисляемыми существительными. И вот теперь мы можем приступать к третьему упражнению. Read and choose. Exercise 4. How much do you know about food around the world? Food quizzes. По сути, это такая небольшая викторинка, которая проверяет, насколько вы хорошо знаете еду других стран и других народов. Now, check your answers. Продолжение следует.